Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». На сегодняшний день в нашем городе подходит к концу 18-й межрегиональный конкурс-фестиваль детского литературно-художественного творчества «Начало». Сегодня о его целях, задачах и о том, как он проходил в этом году, нам расскажет сопредседатель Оргкомитета конкурса Лада Горнова. Здравствуйте, Лада Владимировна! Здравствуйте! Ну, сегодня мы очень часто слышим о различных танцевальных конкурсах, о спортивных соревнованиях. А вот тем, кто любит писать, ну, зачастую негде применить свои способности. И «Начало», если не единственное, то, наверное, один из самых крупных подобных фестивалей в нашей области, который проходит. Расскажите чуть подробнее об этом конкурсе, по каким направлениям он проходит и как дети могут там себя показать. Да, хорошо. Дело в том, что наш фестиваль, как вы уже сказали, он 18-й. Поэтому, поскольку фестивалей таких было много в городе и в области, его уже хорошо знают. Конечно, он не единственный, есть и другие конкурсы подобного вида. Но все-таки его название «Начало» отражает суть, наверное, всего этого направления. Не могу не сказать о зачинателе этого фестиваля, о Саратовой Светлане Зиновине, которая в свое время эту идею подала, развела ее. И в результате появился замечательный фестиваль, который объединяет тех детей нашего города, прежде всего, которым не безразлично литературно-художественное творчество. В фестивале принимают участие в этом году около 600 детей. Более 60 образовательных учреждений города и области участвуют в нем. Нужно сказать, что традиционно в этом фестивале 8 секций. Это юные журналисты, юные книголюбы, юные поэты, юные прозаики, а также секция авторской песни, секция чтецов. Конечно, все эти направления, они для города очень значимы. Почему? Потому что если есть дети, пишущие в школах, это прежде всего потому, что у нас преподается благополучный предмет русский язык и литература, но зачастую им, кроме участия в Олимпиадах, негде показать свой уровень высокий, именно своих произведений, авторских произведений. И вот этот конкурс дает возможность не просто детям реализовать свои творческие способности, свои, может быть, чаяние надежды, связанные с этим именно направлением, но также нередко являются профнаправленными. Я хочу сказать, что этот фестиваль во многом дает дорогу молодым талантам. И иногда фестиваль «Начало» является для них отправной точкой в большую жизнь, поскольку они выбирают себе эти профессии уже будущих журналистов. Это будущие, возможно, звезды нашего телевидения, это, возможно, звезды нашей сцены. Авторская песня в этом заложена, как бы, суть продвижения вот этих талантов. И, кроме того, есть такие направления, которые во многом способствуют тому, чтобы дети участвовали дальше и в международных, всероссийских конкурсах литературных талантов. В частности, наши поэты, наши прозаики всегда практически принимают участие в крупных международных и всероссийских конкурсах и занимают одни из первых мест. Наверное, я думаю, что этот фестиваль имеет очень высокий уровень именно работ. То есть настолько члены жюри детально разбирают каждую работу, и уровень самих членов жюри настолько высок, что и критерии отбора очень существенные работы. Поэтому многие педагоги доверяют этому фестивалю, хотят, чтобы их дети участвовали в нем, потому что профессиональные жюри, оценивая работы, очень скрупулезно смотрят каждую работу, скрупулезно оценивают. И каждый ребенок вряд ли остается обиженным, потому что ему члены жюри стараются объяснять, в чем причина их недостатков или каковы их удачи, в каком направлении дальше следует развиваться. Конечно, каждый год он привносит какие-то новые надежды, новые ожидания. Этот год посвящен Году культуры, поэтому девиз фестиваля в этом году «Большое видится на расстоянии». Это позволило многим детям показать не только знания своей истории, но и поискать соприкосновения в точках развития, может быть, какой-то исторических и настоящего нынешнего дня. Это дало возможность и нашим журналистам отразить какие-то реалии сегодняшнего дня и поговорить о нашем прошлом. Одним словом, фестиваль очень прошел удачно. Мы считаем, что свою задачу выполненной, но хотим сказать, что это не конечная точка, будет продолжение, третий этап, куда у нас отправятся дети пятых-одиннадцатых классов, где с ними будут проводиться мастер-классы. Уже члены жюри смогут приехать туда и продолжить свое общение с детьми, и, возможно, поднять уровень их развития, их способности на более высокий уровень. И тогда, я надеюсь, будет и девятнадцатый фестиваль, и двадцатый. Я думаю, что это очень хорошее начинание, и у него есть будущее. Влада Владимировна, вы отслеживаете каким-то образом популярность тех или иных секций в различные годы? И можете сказать о каких-то тенденциях, что на сегодняшний день именно в литературном творчестве больше детей интересует? Вы знаете, да, есть одна проблема, существенная, скажем, в организации фестиваля. Это то, что если русский язык и литература – это предметы, которые ведутся в школах, поэтому, как правило, всегда есть много участников в секции проза. Как ни странно, очень много пишущих детей, поэтов наших. Есть много очень детей всегда в секции чтецов. Это те направления, когда всегда значительно представлены. Но есть направления, которые редки для нашего города, может быть, потому, что с детьми мало где занимаются профессионально. В первую очередь, это секции журналистики. К сожалению, журналистика ведется даже не во всех учреждениях дополнительного образования, и уж тем более очень редко в школах. Это такие секции, как авторская песня, тоже не густо представлены всегда. Может быть, тоже в этом есть проблема, над этим надо думать, как можно поднять уровень. Это секции иллюстраторов. И не потому, что у нас мало художественных студий, а потому что в этих студиях и в школах редко, где преподается именно направление иллюстрирования книг, иллюстрирования, журналов, поскольку, как правило, дети изучают даже это общая основа рисунка, композиции. И поэтому у членов жюри, как правило, в этих секциях всегда есть определенные претензии к тем работам, которые предъявляются. Но я думаю, это как раз то направление, в котором может быть дальнейшее какое-то развитие, совершенствование – это то направление, в котором нужно работать, нужно создавать больше таких кружков. Поэтому мы всегда призываем детей. Во Дворце детского творчества, например, есть такие направления, и журналистика, и поэзия представлена, литературным объединением «Феникс» и «Проза». Поэтому если дети, которые есть в городе, меня слышат, и которые еще не имеют у себя как бы наставника, не нашли для себя наставника, мы их всегда приглашаем, приходите, потому что трудно бывает иногда ребенку, особенно тем детям, которые хотят именно в этом направлении развиваться, но не могут для себя найти в городе такие студии, приходите, специалисты вам помогут, и, возможно, в следующем году именно вы станете победителями следующего конкурса, фестиваля. Спасибо большое, Лады Владимировны, что сегодня к нам пришли, рассказали об этом замечательном конкурсе, и я надеюсь, что через год мы встретимся еще раз и поговорим уже о 19-м конкурсе «Фестиваль начала». Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!